Добрый день и добрый вечер дорогие друзья. У нас прямой эфир 6 5 10 9 9 и 6. У нас сегодня долгожданный гость это Андрей Мурманск. Андрюша, здравствуй. Добрый вечер. Сразу предупреждаю, у нас передача до 16, вернее от 16 мне тоже очень много запрещают делать, поэтому я хотел бы начать нашу передачу как раз того, что недавно был такой инцидент, буквально несколько дней назад. Андрюша приехал в Москву и потерялся очень сильно. Как Гадя Петрович Хреново потерялась, так и потерялся Андрюша, поэтому Андрюшина жена, Марина, которой мы передаем огромный привет, она зарегистрировалась на Smart Lab и в его быстрой летнице написала Андрюше отзовись. Да, я хочу сказать, Марина, прости пожалуйста, я просто вчера супруге не позвонил перед тем, как уснул, вчера очень рано уснул и она меня потеряла. И супруга впервые в жизни зарегистрировалась на Smart Lab специально, чтобы меня найти. И в 5 утра написала ты где, отзовись. Марина, я с Герчиком, все хорошо, скоро приеду. Люблю, целую. Да. А дорогие друзья, у нас огромное количество вопросов и да, вы писали, чтобы Андрей побольше говорил, я ему дам побольше сегодня разговаривать, поэтому попробуем сегодня сделать передачу в виде как раз именно Блица, где вопросы будут короткие и ответы постарается Андрей дать развернутые. У нас прямой эфир 6, 5, 10, 9, 9 и 6. Вы можете писать на Finam.fm и задавать вопросы, мы будем отвечать на все вопросы, даже на самые неудобные. Андрюш, ну быстро потратим несколько минут на то, как ты все-таки пришел в индустрию. В индустрию пришел очень просто. Один мой коллега, знакомый в 2009 году, узнал, что есть такая тема акции, что все это, а тогда все перло, это был май. Май 2009 года. У него было свободное денег 150 тысяч рублей. Он купил каких-то неликвидных на данный момент акций, энергетиков в основном. И за 2-3 недели заработал порядка 40 тысяч рублей. Для человека зарплаты 20-30 тысяч рублей. Это просто, это мега. Вот. Он говорит, есть такая тема акции. Я говорю, ну круто. И потом так получилось, я попал в другую организацию на работу. И человек там торговал конкретно уже у терминала. А мой товарищ, он покупал акции через Бирбанк. Пакетом держал, смотрел на сайте Finam, кстати, котировки. Тогда они были задержкой 15 минут в то время. Он звонил и скидывал. Вот. А человек, я увидел, что такое терминал. Я увидел, что... А это был как раз конец июня-июль. Это вот по-моему, Куи-1 свернули тогда. И коррекция началась вот этого 9-го года, июнь-июльский, на 30% тогда. Я увидел этот момент, когда вот этот хай, когда человек сидел там у него, там, эгегей. И потом он неделю был зеленый. Все падало, он не знал, что делать. Это было вообще... Игей превратился в эй-эй-эй. В такой эй-эй-эй-эй. Там было вообще очень круто. И я посмотрел, что это круто, это клево. И в сентябре, в августе, 26 августа я завел счет. И, по-моему, первая сделка была у меня в октябре. Я купил Газпром. Помню, по 175, скинул по 181. Заработал тоже очень много денег относительно той зарплаты на тот момент. И поперло. Но торговал, конечно, хреново. Плохо, скажем так. Ну, очень плохо. Я покупал всегда что-то не то, я торговал с телефона. Я смотрел и читал ленту Финамо. Не в укор Финамо, но в тот момент в ленту Финамо писали, по-моему, не очень компетентные люди. Писали все подряд. По-моему, в ленту попадало. А я думал, что вы же пользу приносите. Да, вы пишете. Вы же пишете, вы же пользу приносите. Там отчетность Лукойла позитивна для котировок акций. Я звоню на все плечи. Пум. Лукойл. Да, через 2 дня на 3% вниз. Пум. Понятно. И так раз 5-6 я обжигался. Потом я сходил в Мурманский Финамо на обыкновенные курсы однодневные, знакомительные. Узнал, что такое транзак, узнал, что такое квик, узнал, что такое шорт, узнал, что такое плечи. И начал рубить. Начал рубить, рубить, рубить. Сразу перешел в интродэй. Причем сам не знал, что такое интродэй. Я понял, что можно открыться, через час, через два закрыться, и будет прибыль. И если, допустим, я 5-6 тысяч рублей, 2 тысяч рублей, так вот раз, два, три, пять, десять, пятнадцать дней буду зарабатывать, я могу, в принципе, за месяц 30-40 заработать. Но у меня было и мог я заработать по 2-3 тысячи, там 5-6 дней подряд, и потом 30-40 за день отдать. То есть я тогда ни риск менеджмента, ни стоп-лоссов, я ничего этого не знал. Я очень долго болтался. Я торговал тогда акциями Сбербанка, интродэйна. И торговал с утра до вечера. Без вечерки, потому что это был не Форц. И торговал минутку, торговал минутку. И что-то в голове отложилось, вот все-таки формации какие-то, какие-то вот эти паттерны, закономерности. Пересмотрел графики. Отложились они. И затем в ноябре 2010 года я увидел НРБК Резвякова. Александр, большой ему привет, огромный. Саня, огромный привет тебе от нас. Большой. Хотя лично не знаком с ним, но он много для меня сделал. Но я с ним общался по скайпу. Вот я... Он сказал, что можно с ним связаться. Я набрал в гугле Резвяков, посмотрел его видео. Я понимаю, что он делает то же самое, только на фьючерсе и РТС. Я не знал, что такое фьючерсы. Я сразу раскопал, что такое фьючерс. Я нашел его в скайпе. Я ему написал, Александр, два-три вопроса у меня есть. Он говорит, давай голос. А для меня Резвяков это человек из телевизора вообще. То есть звезда. Он мог сказать спокойно, молодой человек, вы мне мешаете. Давай голосом, давай. Со мной человек час, причем я про него прочитал комментарии, как обычно в интернете, что у него курсы много денег стоит. За такие бабки там, фуфло, все это, развод. Абсолютно бесплатно. Человек час на меня, вообще не зная, кто я такой. Мальчика снял куда. Для меня это был шок. Все он мне объяснил, все, что я спросил. Объяснил сверху, но я начал, естественно, колбасить. Что такое РТС после Сбербанка? Сбербанк это максимум второе плечо, потому что финами до миллиона. У меня тогда был не особо большой счет. До миллиона второе плечо. РТС это десятое плечо. Тринадцатое на тот момент. Семь с половиной процентов было, как сейчас. Но сегодня его, к сожалению, подняли. Может быть и к счастью. И было круто. Было круто. Я изначально завел на Форс 150 тысяч рублей. Я торговал сразу на все. Через три недели стало 400 тысяч со 150. Дорогие друзья, у нас, кстати, Андрей из Мурманска. И сегодняшняя передача как раз называется о том, как разогнать депозит. И, может, как и не надо что-то делать. Потому что Андрюша, насколько я вижу, сейчас немножко подуспокоился. Да все хорошо, да. Вот через три недели стало 400 тысяч. Это было, так, через три недели 400. Через месяц миллион. Через полгода 3-5. В принципе, жизнь удалась. Через две недели после этих трех, от 400 осталось 100. Обратно ты пришел туда, откуда уходил. Ниже, ниже 150. Потом я туда-сюда, туда-сюда. Через 5-6 недель стало 300 тысяч. Опять более-менее можно. Расслабился. Через пару недель полтинник остался. Вообще ни о чем. И торговал я вот так вот туда-сюда. Мотался очень сильно. Где-то год у меня ушел на то, чтобы успокоиться. Летал я туда-сюда. Огромная проблема — это овернайты. Я уходил в овернайты на все плечи. И у меня очень часто была такая ситуация, что я ухожу в овернайт. Одна сделка уносила. Гэп не в мою сторону. И я на гэпе закрывал, не пересиживал, обрезал убыток. Потом начинал торговать внутри дня. И я, имея минус 20 или 15 процентов на открытии по счету, я возвращался в ноль или зарабатывал. И со временем у меня такая мысль пришла, а что же я делаю? Если я не буду уходить в овернайт, а буду торговать как я умею, я в день делал. Тогда волатильность, не как сейчас. Там можно было в день делать 10-15 процентов. Там можно было делать. Плюс небольшой счет там был. Даже 50-100 контрактами, даже если сейчас. Ну тогда у меня было 10-15-20 контрактов. Это можно было делать. Я отказался от овернайтов и поперло. Пошло. Овернайты сейчас я не очень люблю. Иногда переношу, если я вижу запас хода. Если я вижу, что я вошел там, где надо. Но я никогда не зайду в последнюю минуту на РТС. И просто, а может быть, в мою сторону откроется. Давай так. У нас первые 2 минуты 45 секунд остались. В первом периоде у нас 4 периода по 15 минут. Все остальные периоды мы сразу будем тратить на то, чтобы вопросы и ответы. Потому что их очень много. Личность популярная. Вопрос такого формата. Удивлен, кстати, популярности. Ну, спасибо. Ну, на самом деле, для тех, кто не знает, Андрей занял седьмое место на конкурсе ЛЧ. Я правильно сказал? Среди срочников. В общем, в зачете 11-е, да. По срочникам 7. А так 7. 7, да. Тогда вопрос один. Значит, кроме Резвякова, что на тебя очень сильно повлияло? Как кто-то повлиял? Что сделали для тебя? Кроме Резвякова. Значит, это, наверное, лучше в следующие 15 минутки рассказать. Потому что все-таки очень повлияли вебинары. Финаму большое спасибо Дамиру Акчурина. Дамир, если слышит, огромнейшее спасибо. Просто с удовольствием всегда смотрю. И Герчик. Знаете, такого? Я, Александр Михайлович. Если кому интересно, если кто-то считает, что Герчик это развод, это шоумен. Я смотрел вебинары, семинары Герчика на видео, которые есть бесплатно в интернете. Трех-четырехчасовые. По 8-10 раз. Я цитаты, я все на цитаты. Кстати, на смарт-лабе тоже кто-то цитаты выкладывал. Это очень грамотный человек должен быть. Ну, пересмотрели. Он многому научился. И однажды я услышал у Герчика, что в трейдинге, чтобы чему-то научиться, и как раз это было в тот самый момент, я посмотрел семинар, по-моему, киевский, что нужно съесть ведро, чтобы научиться. Но не надо есть все ведро сразу. А я как раз, у меня было такое состояние, я тоже что-то там упорол много денег, что я только что тарелочку как раз без сахара съел. Да, да, да. Я такой, о, точно. И он говорит, не надо, надо по ложечке запивая с конфеткой, закусывая. Я говорю, действительно, вот тогда я отказался от овернайтов, я уменьшил плечи, и аккуратненько все пошло. Задача была понять степ-бай-степ, Москва не сразу строилась. Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. И мы пришли к тому, что за 2012 год я один из счетов увеличил больше, чем на 1000%. Это, кстати, опять же, спасибо Резвякову. Он на своих курсах, я не был ни на каких курсах, кроме Финама обычных, 25% в месяц с реинвестированием. Это, по-моему, 1355 будет в год. Ударное дело. С небольшой суммой. Да не ударное, можно делать просто в месяц, даже по 1000 пунктов брать. Знаешь, после этой передачи сейчас все побегут, говорят, что я загоняю людей на рынки. Сейчас после этой передачи побегут все говорить. Дорогие друзья, у нас прямой эфир Андрей из Мурманска, 6510996, тема сегодняшней передачи «Как разогнать депозит». Поэтому звоните, пишите, задавайте вопросы, у нас перерыв на новости. Еще раз добрый день, дорогие друзья, Андрей из Мурманска у нас, Андрюша, еще раз здравствуй. Добрый вечер. Прямой эфир 6510996, звоните, задавайте вопросы или пишите нам. Ну, все, начинаем с Блиц, у нас пойдут вопросы и ответы, и останется время, мы уже на свободные темы поговорим. Что, где, когда? Да, приблизительно так. Вот вопрос. Наверное, ни для кого не секрет, что рынок ведут большие игроки и трейдер, который научился распознать намерения этих игроков, естественно, имеет огромные шансы для того, чтобы торговать и зарабатывать на этом. Расскажи, Андрей, что ты думаешь по этому поводу и какую долю твоего решения в эти взилку именно как раз и занимает понимание намерений больших игроков? Я, честно говоря, не знаю, как распознать намерения больших игроков, но я понимаю, что не надо перейти против движения. Если движение есть, значит, что создает либо большой игрок, либо создает маленькие игроки физлица закрытием шортов своих, как это обычно бывает. Не могу точно сказать, как я принимаю решения, как я распознаю намерения большого игрока, но я вижу, что если идет ход, либо вверх, либо вниз, идет на объемах, то смысл вставать против. Кстати, очень много денег я терял в свое время, постоянно идя против. То есть, это же я, мы с тобой в офисе общались, ты как раз, я видел, одна из самых любимых твоих паттернов, это ложный пробой. Ложный пробой. Это и есть вынос большими дядьками, маленьких по стопам и забор позиций. А, ну если это так, я просто не знал. Я по-простому, ты просто не интерпретируешь для себя, ты просто понимаешь какой-то паттерн и ты по нему работаешь. Понял. Следующий вопрос. Какие были ошибки во время торговли, которые впредь ты больше не делаешь? Впредь, то, что я больше не делаю, я не ухожу овернайт на большие плечи, на все. Я могу в позе уйти, но не на большие плечи. Я не встаю против движения, я не лезу в рынок, когда я не понимаю, что происходит. Я вхожу в сделку, когда я вижу картинку, которая мне понятна и знакома. То есть есть определенные паттерны, там 1, 2, 3, которые ты торгуешь. И если этот паттерн не нарисовался, ты не заходишь. Нет. То есть ты можешь сидеть и ждать определенный промежуток времени только до тех пор, пока не появится эта картинка. Да, это важно. Но есть такие моменты, когда ну не сидится. Потому что все мы знаем, что трейдинг это, как говорит Михайлович, это наркота, реально. Это наркомания, это очень большая наркомания. Если есть среди радиослушателей рыбаки, человек, который ловил рыбу когда-то, который знает, что только рыбалка. Это больные люди рыбаки, по большому счету. Я рыбу ловил 25 лет. И зимой, и летом в минус 40, в минус 30, в 40-й ветер, 40 метров. Я вставал и ходил на рыбалку. Трейдинг убил у меня полностью эмоции по рыбалке. Реально, он перебил. Такого азарта, таких эмоций, как трейдинг, нет ничто. И вот это побороть, это очень важно. Это реально очень важно. И вот у меня несколько счетов, и один из счетов, он маленький, небольшой, я его называю на себе наркоманский. Поиграться. Да. Вот я сижу, ну вот хочется, но нет, нет того. Я сижу, я могу по 50, по 100 пунктов сидеть делать, просто себе чем-то отвлечь. Сколько у тебя денег на том счету? 100 тысяч рублей. Дорогие друзья, вот вам дается отдельный совет. Если вы действительно хотите поиграться внутри дня, то есть нету суперского вашего захода, просто берите, открывайте маленький счет. Да. И на нем торгуйте. 100 тысяч рублей, я готов. Вот пошли вопросы по разгонам депозитов. От чего больше зависит разгон депозитов? От частоты торговли или от тщательности выбора момента для торговли? Плечи это зло или оружие в умелых руках? И как справиться с психологическим давлением, когда оно есть? Ну, сперва начнем, да. Вообще, не разгон, а вообще прибыльный, правильный трейдинг, зарабатывание денег, зависит от того, как часто вы не торгуете. Кстати, многие говорят, правильные трейдеры. Вот мы только что об этом говорили. Что я буду сидеть, просто так входить, ну, наверное, вверх. Или, наверное, вниз. Или я сижу, опа, моя картиночка, да. И погнали. Не всегда срабатывает, не всегда. У меня был момент очень хороший, я считал. У меня было 4 или 5 месяцев 80% входов. Это колоссально. Это колоссально. Ну, просто был такой рынок, что постоянно мои фишки вылезали. Положительных входов ты имеешь в виду. Да, да, да. Мои фишки постоянно вылезали. Постоянно. Зачем? Сидите, ждите сделку. Сидите. Самое сложное на рынке ждать. Сидите, ждите. Зачем смысл вот у вас деньги? Вы туда-сюда колбай, вы их теряете. Может быть, вы зарабатываете что-то, но вы теряете. А я знаю, что вот мой вход по такому-то паттерну, вот, к примеру, ложный пробой, да? Или зеркальный уровень. Два паттерна, которые я очень люблю. Ну, мой самый любимый зеркал. И я знаю запас хода. Прекрасно. Я погнал. Все хорошо. Чисто мат ожиданий и статистика дальше. Да, да, да. Дальше какой у нас вопрос? Вопрос у нас следующий был. Плечи. Зло или оружие в умилых руках? Плечи – это прекрасная возможность заработать. Но плечи нужно понимать, когда их использовать. То есть, можно перефразировать, что плечи – это зло в руках дурака. Да, естественно. Плечи – это подарок, который дает биржа. Это подарок. Это спасибо большое тем, кто это придумал. При правильном входе с коротким стопом, который получился, десятое плечо – это прелесть вообще. Хорошо, тогда перед тем, как другой вопрос не освещает, задам вопрос. Там еще третий был. Да, я его задам. Вопрос такой. Очень часто меня и ругает, обвиняет как раз за то, что я проповедую короткие стопы. В твоей ситуации ты считаешь, что можно ли спокойно торговать с короткими стопами или это действительно зло? Уча людей торговать с короткими стопами, ты их обрекаешь изначально на потерю? Вы ни на что их не обрекаете, абсолютно. Есть несколько вариантов. Ну, ты просто говоришь слово «короткий стоп, короткий стоп». Короткий стоп. Почему? Вот я знаю, что у меня ложный пробой. Я пошел против этого пробоя в другую сторону. Стоп за хвостик, за хай немножко. Плюс, если я зашел на десятое плечо, ну, у меня пятое, шестое плечо, первый вход. Пошло в мою сторону, какие-то сомнения, я могу часть позы обрезать, и стоп у меня улетит уже гораздо выше, чем за хвостик. Я могу спокойно посидеть, посмотреть, как этот уровень отрабатывается, пошло ниже, да я докуплюсь дальше. Или доподамся. По тем же самым уровням и положенным пробоям. Ну, а как еще торговать? Ну, когда людям рассказываешь на вебинаре и на семинаре, сегодня опять скажут, что вот просто, предельно просто, есть ложный пробой, есть уровень, люди начинают смеяться, что так невозможно торговать. А как еще торговать? Я не знаю. Ты скажи, ты же гость. Я прибыльно, я торгую вот так. Я не знаю, как торговать прибыльно по-другому. Может быть, как-то можно, я не знаю. Как справиться с психологическим давлением? Это самое сложное. Как справиться? Для того, чтобы не было психологического давления, у вас должны быть, во-первых, это не последние деньги. У меня есть знакомые люди, в скайпе очень много ребят добавляется. У человека зарплата 11 тысяч, он торгует на 200 тысяч, и он очень боится потерять хотя бы что-то. Ну, ему не надо торговать. Он изначально обречен. Вот скажите это громко. Тебе не надо торговать. Тебе не надо торговать, ты изначально обречен. Все. А вопрос следующий. Хороший вопрос. При спекулятивной торговле на фьючерсах, за сколько сессий и каким образом наиболее болезненно или наоборот наиболее эффективно как раз пережить период экспорации? Экспирации? Экспирации? Экспирации это, особенно квартальные, для человека понимающего, во время экспирации начинались движухи шикарнейшие. Как раз эти выносы, вот эти хвосты, ложные пробои, это класс. Экспирация в пятницу, которая была. Но это идеал вообще просто. Когда стояли, мы стояли. И вдруг пошли. Потом пошли наверх, вынесли кого надо. Не знаю, наказали, не наказали продавцов колосса в 55-х, я так и не понял, но неважно. И потом мы прекрасно поехали вниз. Кто-то начал покупать. И перенесли очень многие лонги овернайт. Где они сегодня? Жаль. Но тем не менее. Но сегодня ситуация, она классная. Потому что вот этот рынок спокойно растущий, он должен был когда-то прерваться от какой-то новости. И я далеко не уверен, что мы сейчас просто повалимся как в восьмом году. Все порешают. Все порешают, все будет хорошо. Сейчас нужна восьмом. Весна. Весна, осень. Вот где волатильность. Не уходите овернайт. Не уходите овернайт. Оставайтесь в кэше. Или на небольшое плечо, если вы торгуете фьючерами. То есть ты сторонник такой же, как я, то есть краткосрочное движение. Поймал и пошел спать спокойно. Конечно. Деньги в кармане. Ура. Вот такой вопрос. У нас есть 3,5 минуты. Я думаю, тебе хватит как раз на эту тему, потому что тема очень важная. Тема затрагивает не только тебя, и огромное количество людей, которые берут чужие деньги. Вот у тебя, я знаю, был очень плохой опыт, и люди очень просили задать этот вопрос. Из каких соображений вы брали у своего товарища деньги в ДУ, не имея никакой прибыльной торговли? И что все-таки вы ему сказали, когда был убыток минус 80%? Во-первых, это был мой хороший друг. И есть хороший друг. Слава богу, что он остался хорошим другом, несмотря на то, что я мог его потерять. Как так получилось? Еще просто расскажи саму историю. Его зовут Юра. Юр, тебе большой привет. Юра, огромный привет. Это очень хороший человек. Серьезно. Во-первых, он бы никогда мне не дал деньги в управление, если бы у меня была неприбыльная торговля. Она была очень прибыльная. И он видел, как я колбасил, как раз разгонял, разгонял. Ну, я перла. Он говорит, Андрюх, возьми, потому что мне некогда. Он сильно на работе занят. Мне некогда. Мне его очень хочется, но мне некогда. И поначалу это все было хорошо. Проблема в том, что я не торговал восьмой год. Я начал с девятого. Я не знал, что такое планки на вечерке. И проблемы начались в августе 2011 года. Когда я покупаю при минус 2,5-3% вечерку, а она идет на планку, а с утра у нас еще ИГУ обрезают, и вообще все валится. Тебя наказали там. Там меня просто... Там ситуация была такая, что я потерял столько денег. У меня была просадка минус 80%. По чужому счету. И там... Это не просто чужой счет, это счет друга. Это счет друга, реально. Единственное, что он говорил, что кардбланш, полный кардбланш тебе, все нормально. Но реально я был готов ему деньги возместить. Ну, это друг. Конечно, лучше вернуть деньги и не потерять друга. И у меня была ситуация в 2011 году такая, я был тогда в отпуске, мы женой были в пансионате, она была беременна. У меня началось головокружение, просто на ровном месте. Я ложился на кровать, и у меня лампа вот так ходила. Я занимался единоборствами очень долго. Я пошел к врачу, это был пацан Петербургом. Он поговорил, говорит, ну, возможно, у тебя от бокса, от рукопашки, от этих твоих дел. Перетомления. Нет, сотрясения это были. Ну, конечно. Нокауты были. Конечно, по голове бьют. Да, это серьезно очень. И меня отправили в клинику имени Поленова в Питере. Я там на томографе и МРТ, там, мне голову проверяли. Ничего не нашли, слава богу, у них опухоли. Потом у меня сыпь пошла по телу. Говорит, а у вас стресс-то переживали? Я говорю, ну, вообще-то да. Вот это и было. Вот. Еще очень прикольно, у меня вот вестибулярный аппарат нарушился, да, из-за этого, из-за стресса. Я говорю, давай глаза проверим. Пошли мы к офтальмологу, и они проверяли на какую-то микроскопию. Говорит, у вас странные сосуды какие-то, в глазах какие-то, они вот такие зигзагообразные. Я говорю, ну, как графики ходят? Как графики, да. Такие сосуды, да. Реально, просто сидишь, пялишь, вот такие у тебя сосуды. Трейдинг — это жуткая вещь. Но ситуация разрешилась благополучно. Все встало на свои места. Сколько времени тебя взяло из просадки выйти? Рынок пошел, он стал, когда еще Саша Журавлев на ЛЧ наколбасил денег, очень хорошо. Кстати, сейчас у него перестало получаться, потому что рынок поменялся, да? Но он сам говорил, что это случайно. Для меня, да, для меня очень сильную роль сыграл Андрей Степанов, АСФ. Большой Андрюхе привет. Андрюхе большой привет. Тысячу пунктов в день я стал делать, иногда больше, иногда меньше, но рынок ходил тогда 3-4-5-6, тогда волатильность была. За 7 недель я вылез из минус 80 в плюс 8. Адекватные цели, по-простому. Отдал человеку деньги и сказал, что больше не буду, но все равно потом весной, опять 12-го года, он мне говорит, Андрюх, давай еще. Сейчас расскажешь следующие 15 минут. И мы сделали 180% чистой прибыли ему за 12-й год. У нас перерыв на новости, звоните. Мы снова в эфире, Андрей из Мурманска у нас в прямом эфире, 6-5-10-9-9-9-6, звоните, задавайте вопросы. Опять у нас, Андрюш, пойдет блиц. Ну, ты сказал, что ты больше о процентах говорить не будешь. Да, о процентах больше о доходности ни слова, потому что все-таки кармическая очень вещь. Недавно давал я интервью Андрею Вернику, у Сариха Большой Андрюха, привет. И после интервью я 3 недели на одном из счетов в нулях, на другом в минус ушел. Хотя до этого был шикарный январь-февраль. Да. А следующий вопрос. Чего нельзя делать, когда разгоняешь депозит? Чего нельзя? Нельзя торопиться, это самое главное. Нельзя торопиться. Проблема, знаешь, в чем, смотри, вы поставили уже передачу, так как бы разгон депозита. Ты не говоришь вообще о разгоне депозита, ты просто говоришь о том, что нужно просто торговать, правильно использовать плечи, заходить только в свои модели и торговать с коротким стопом. Давайте по разгону депозит, поехали. Поехали. Не торопиться. Как можно разогнать только таким образом? Вы заработали деньги какие-то, вы успокоились. Вы ждете следующей сделки. Вы не разгоните депозит, как я там за 7 недель когда-то. Тогда рынок был другой, сейчас такого рынка нет. Есть правило 48. Мне рассказал мой приятель из Пензы, но оно вообще известно в трейдинге. Алексей на смарт-лабе был, Алекс 1975, ЛЧИшник тоже. На ЛЧИ он меня обошел, кстати. Не помню, какое место, но обошел. Меня на ЛЧИ познакомили с ним по скайпу. Очень хороший человек. Правило 48. 48 раз по 5% это 1000%. В году 52 недели. За год реально на форсе реально собрать 1000%. 5% в неделю. Ты сказал, ты не будешь говорить. Нет, я не про свою доходность. 5% это 750 пунктов. За неделю найти... С десятым плечом. Да. За неделю найти сделку на 750 пунктов на РТСе, это реально. Это очень просто. За неделю найти такую сделку. Согласен. Не обязательно разогнать депозит за год. Можно и за два. Это вам нужно делать за две недели 5%. Что еще проще? Главное не торопитесь. И чем медленнее вы будете разгонять, тем больше у вас в голове будет оставаться. Это будет... Никуда не денется рынок. Вот реально, только если его не запретят, а его не запретят. Я надеюсь. В России все может быть, конечно, но не запретят. Аккуратненько, 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 и вы все сделаете. По Резвикову 25% в месяц. Это можно делать. Но даже 5% в неделю 20% получается. То есть, это полпроцента без плечей. Да. 5% с 10 плечом. Да. Полторы тысячи пунктов, если вы соберете с пятым плечом, что реально на форсе за неделю, это реально. Реально. Особенно на сегодняшнем рынке. Уровни работают шикарнейшие сейчас. Вы за год сделаете себе порядка... Не обязательно тысячу. Сделайте 500-600, вы уже просто обалдеете. А 200? Да, 200 тоже хорошо. Почему нет? Следующий вопрос. Расскажите про плевение позиций и рисками. И как адаптируетесь к изменчивому рынку? К изменчивому рынку я адаптируюсь только тем, что я... Вот опять же, я торгую только что я знаю. Как бы он не менялся, меняется только волатильность. Паттерны пока не менялись. Вот пока. Паттерны мои не поменялись. Поменялась только волатильность. Ну, вот ты трогаешь уровни и не думаешь, что там что-то поменяется. Допустим, сделки. Раньше я мог взять 2-3 тысячи пунктов за день. Сейчас я доволен и 500 пунктов и 700. Это хорошо. Потому что рынок практически не ходит. Но сейчас, я думаю, сейчас весна начнет ходить. Управление позициям. Вошел, вышел. Либо по стопу, либо по цели. Цель какая? Цель от 400 пунктов. Всего? Да. А средний стоп? Средний стоп 200-300. Стандартный, я так же сам говорю. Плюс, если я сомневаюсь в сделке, я часть ее закрываю, стоп улетает, сесть на выше или ниже, или лонг, или шорт. На ЛЧ было все гораздо хуже, но на ЛЧ пришлось колбасить. По ЛЧ буквально пару минут, никогда больше я не буду участвовать с 50 тысячами рублей. Если мне надо будет, оно зачем-то, только по миллионерам. Я просто 3 месяца потерял времени. Это был опыт для меня. Но 50 тысяч гонять 3 месяца, я пропустил на своем хорошем счете движение по ГМК, по Роснефти, по Сбербанку. Я упустил кучу денег, которые я бы взял, если бы я был сосредоточен на рынке, я не сидел бы скальпел. Я там брал по 150 пунктов, по 200. Я и австралийца гонял, и Сбербанк, и Газпром. Кстати, сейчас помимо РТС очень классно ходит и Сбербанк, и Газпром. Сбербанк очень хорошо ходит. Прекрасно. Все там хорошо работает. И торгуйте то, что... Я и нефть торгую, и золото, и серебро. Серебро тяжеловато, очень волатильно в последнее время. Шикарно ходит. Торгуйте то, что движется. Торгуйте то, что понимаете. Везде, где есть твой паттерн и понятие стопа. Да. Следующий вопрос. Ну, практически ты ответил на него. При разгоне депозита торговать до посинения, или лучше торговать по плану? Делать определенный процент на день и отходить от торговли до следующего дня? Таким образом избегая тильта? Или продолжать дальше? Абсолютно. Нет. Абсолютно. Человек сам ответил на свой вопрос. Абсолютно. Поторговали. Деньги должны привыкнуть к хозяину. Это еще Кузьмин говорил. Александр Сериха тоже очень много для меня сделал. Человек, не зная сам меня, верников его снимает, он много еще интересного говорит, еле себя подчеркнул. Очень много от него. Заработали. Отдохните. Деньги должны привыкнуть. Обязательно должны привыкнуть к новому хозяину. Обязательно. Отдадите. Я сам в день иногда очень много зарабатывал для себя. Очень много. Я эти деньги отдавал за неделю, за две обратно. Сейчас, как только я много зарубаю за день, за два, я обязательно ввожу. Деньги надо выводить. Не получите вы больше моих денег. Вот так. Вот смотри, расскажи о роли мотиватора в своей практике. Ты рассказывал, что торговля в одночасье перевернулась с ног на голову, когда родился ребенок. И что конкретно в тот момент происходило с тобой. Ты и до сына тогда показывала далеко неординарные результаты, пускай они такие стабильные. Но откуда человек с Мурманска, где при слове «шорт» у окружающих начинается несварение, смог не побояться зарабатывать и терять столь существенные для себя суммы? Да, это очень смешно, что в Мурманске, когда разговаривал с брокером, я говорю, ну в основном от шорта зарабатываю, пятое, шестое плечо. Плечи, шорт, человек с такими глазами сидит. Я человеку реально с Мурманского финама показывал, как торговать на пятиминутке. Вот такие глаза. Ну, ребята консервативные, наученные, не знаю, как там обучают всех стандартно брокеров. То есть купил, держи, там на просадках, туда-сюда, плюс свои услуги вы предлагаете какие-то, правильно? То есть это их работа. А что изменилось в твоей жизни, вот как раз, когда ребенок родился? Когда родился ребенок. То есть я прибыльно стал торговать 6 ноября 2011 года. Хорошо прибыльно. Именно в числах? Да, 6, это был понедельник, потому что в субботу 4 праздник у меня родился сын. Я был на родах. Возможно, это и перевернул мою жизнь. Причем очень смешно, что главврач, ну не главврач, это человек, который принимал роды, он потом к мне подошел, говорит, слушай, будешь без работы, приходи, возьму на полставки роды принимать. Это первый папа, который был адекватный, который реально говорил жене, что нужно делать, а не падал, не говорил, налейте мне это, ничего. Ну для меня это было все просто. Мне очень прикольно, мне первому дали сына на руки. Ну что именно изменилось? Ответственность. То есть ты понял уже, что все уже в игры играть нельзя? Хорош, да. Андрюх, хорош. Вот лежит там завернутый человек. Мотиватор. Мотиватор, реально мотиватор. Я так понял, и супруга твоя тоже мотиватор для тебя. Естественно. Естественно. Что может быть лучше, когда ты отдаешь зарплату жене, и тебе помимо зарплаты, у меня есть основная работа, помимо зарплаты у меня есть еще деньги, на которые я могу жене дарить подарки, и которые могут обеспечить нас в случае каких-то неприятностей на работе. Например, да. Ну будет глупо, да, я жене даю зарплату, говорю, Марин, дай мне там 10 тысяч, я тебе хочу кольцо купить. Или дай мне там трешку на цветы на 8 марта. Ну, бред. То есть твоя семья, в первую очередь, твой ребенок, это для тебя сильный мотиватор? Семья, это самое важное для меня. Фондовый рынок не так важно. Семья. Передай Марине еще раз привет. Мариночка, привет большое. Никита, тебе привет, я думаю, когда ты начнешь понимать, о чем мы говорим, я тебе видео обязательно покажу. Не надо больше дяди Бабай. Это Бабай. Да, ты когда мне сказал, что твой сын меня называет Бабаем, это конечно. Ну, просто он не знает слова Бармалей. Ну, Бармалей это хуже, чем Бабай, или лучше? Да нормально, это весело. Просто сейчас, не знаю, видно ли Александр Михайлович, он небритый, очень смешной. Очень смешной Александр Михайлович, очень классный. Для тех, кто не знает, перебью. Человек очень простой, очень веселый. Все, давай, хорошо. Это классно. Ты сегодня был в офисе, зато ты посмотрел святую святых. Я ездил с Герчиком на метро, Герчик на метро ездит. Он человек. Андрей, расскажите про стратегии, хотя бы принципы и направления, куда копались, что по вашему мнению, перспективно, что нет. Отличный вопрос. Что перспективно, что нет? Да. Принципы стратегии ты рассказал. Да. Уровневая торговля, ложные пробои. Да. Простенько. Да. Торгуем одинаково мы абсолютно с тобой. Все, что я тебе сегодня показал, даже по Америке, наши сделки. Я бы то же самое сделал, Михаил, серьезно. Ну вот расскажи, именно куда ты копал на самом деле и где ты как раз вот нашел это? Ты же начинал как-то по-другому и как ты как раз до этого дошел? Ну нашел я, я глядя, я стал анализировать, почему я теряю деньги. Вот я вхожу, почему я потерял, почему не туда? Что произошло? Я часто шортил импульсы выносные, да, когда ударные дни, когда они были. Сейчас ударных дней очень мало, кстати, да. Открывается рынок гэпом вверх, я гэп сразу же шорчу, в первую минуту или во вторую. А как у нас обычно ударные дни? Про торговочка, про торговочка, и потом второй импульс пошел или в одиннадцать, или с Европой, или с кем-то. После обеда обычно ускорение, да, либо вверх, либо вниз. Ну, я сейчас... Когда ты начал торговать именно уровни ложные пробои? Когда я насмотрелся Герчика. Я не знаю. Опять? Ну, что я, Александр Михайлович, я у вас научился. Они не поверят. Я у Герчика не учился, я смотрел видео. Я больше года... Короче, ты везде халявщик. Я больше года... Резвякова ты не учился. Не учился. Знаешь, как это? Сегодня они будут присутствовать. Владимир Владимирович, Петрий Анатольевич. Я сейчас скажу проще. Александр Михайлович, я скажу проще. Для тех, чтобы поняли. Я научился сам. Но до того, как я научился, я потерял на рынке 840 тысяч рублей. Это много. Если кто-то готов, пожалуйста. Проще отдать... За семинар. За семинар. Да, тем более недорого. Андрюша, вот ты вопрос как раз сказал, попросил, чтобы мы его озвучивали. ML, это девочка, ты сказал. Да, да, да. ML задает вопрос. Андрюш, твое отношение к Форексу именно не к кухням. Я сама торгую на Форексе, но через банк. Да нормальный Форекс. Вы не ставьте... Вот есть классный парень на смарт-лабе, раньше был Леха Кот. Алексей Кошкин. Большой мой привет. Он торгует с 400-м плечом на Форексе. С 400-м. Михалыч за голову взялся. И он зарабатывает, потому что точки входа, ну там вот надо вот поймать, поймать. Даже сотые, даже 50-е не надо. Пятое, шестое, десятое плечо, как на Форексе. Не, ну ты только что показал, как можно делать такие проценты. Просто миниатюрная идеальная точка входа, короткий стоп. И у тебя, понимаешь, как бы нельзя сказать, что у тебя суперзвездные, у тебя даже цели всего в два раза больше образа, чем стоп. Да, а рынка, ну сейчас рынка-то нет. Правильно, ну естественно, когда рынок дает больше, ты и берешь больше. То есть, ML мы отвечаем, что мы абсолютно нормально относимся к Форексе. Нормально, убирайте сотые плечи. Пятое, шестое, десятое плечо, тот же Форекс превращается в Форц. Вот и все. Так, это мы ответили, практически все вопросы одни и те же. Докупаетесь ли вы и как рассчитываете стоп по внутренним докупкам? По внутренним докупкам, если пошло в мою сторону, я докупаюсь на проторговке. То есть, пошел импульс, либо вверх, либо вниз. Проторговка. То есть, второй вход точно такой, как первый. Да. Да, да, да. Я иногда могу набрать позу, можно сказать, не то, что усреднюсь. Я никогда не усредняюсь, когда идет против. Я могу набрать позу на каком-то уровне, но войти не в одной сделкой, допустим, сразу 100 контрактов или 150, а 20, где-то 60, 70, 60 или 70, 20, 30, 30. И я вот это 100-150 набираю на каком-то одном уровне. Игорь задает вопрос. Как вы себя все-таки заставляете нелезть туда, где нет ваших паттернов? А хороший вопрос, а как на нее ответить? Вот так. Я так себя заставляю. Как я заставляю? Маленький наркоманский счет. Нет паттернов, да бог с тобой там. У меня соточка есть, 10 контрактов, могу 5, могу 3, могу 2. Сижу, включаю, от того же, смарт-лаб читаю, включаю, Герчик, у меня жена приходит, говорит, опять, говорит, ты с чемпунут. Ну, сейчас она не будет ревновать, я зарошу. Говорит, больше, чем со мной, время проводишь. Следующий вопрос, 50 секунд осталось. А Юрий задает вопрос. Какие ресурсы, книги, видео можете рекомендовать для понимания рынка, не теханализов? Книги вообще не советую. Читаю Лелдера только и все. Книги, смысл? Все есть, сейчас интернет есть. Все в интернете. Какие видео? Потратьте время. Резвяков, Герчик, все. Есть, не знаю, Охоту на Герчика с Андреем Степановым обязательно, обязательно посмотреть, обязательно. Есть видео Андрея Степанова, старый, еще Георгий Вербицкий снимал, обязательно посмотреть. Видео, Резвяков, Герчик, мое мнение, все. Дорогие друзья, у нас прямой эфир, я удивлен, что нет вопросов. Ресурсы, смарт-лаб читайте. Гость интересный, 6, 5, 10, 9, 9, и 6, задавайте вопросы, у нас осталось 15 минут, с удовольствием ответим. А после короткого выпуска на новости мы опять будем с вами. Еще раз, дорогие друзья, добрый вечер, гость у нас тот же, все не ушел, вот последняя 15 минутка. Андрюш из Мурманска, звоните, задавайте вопросы, седьмое место на конкурсе ЛЧИ, 6, 5, 10, 9, 9, и 6. Андрюш, ну давай сразу пойдем дальше по вопросам. Интересно, как пришла мысль, что начало стабильно получаться, только по стате? Конечно, только по стате, а как еще? У меня минус, 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 у меня стабильно получается, у меня стабильно получается, минус. Нет, бывают люди, бывают люди, вопрос очень хороший, может он некорректно сформулирован, но вопрос на самом деле очень хороший, он приблизительно такой, вот когда действительно пришло сознание, в то время, когда ты еще терял, и ты видел, что ты стал соображать, вот, видишь, вопрос просто неправильно. Я убрал косяки, то есть у меня были плюсы и были минусы, еще говорят, что теряют 95%, на рынке зарабатывают все 100%, все люди, абсолютно торгующие на рынке зарабатывают, иногда, иногда, вот выберите моменты, в которые вы зарабатываете и уберите все остальное. То есть ты согласен, что то, что я всегда говорю, что трейдер это тот человек, который просто должен каждый раз отсекать свои недостатки постоянно, и все. До тех пор, пока они останутся. А свои недостатки можно оставить, нужно убрать то, что вас заставляет терять деньги. То есть ты убрал вечерку, ты убрал, например, наверное... Нет, вечерку я не убрал, увернайт убрал. Да, увернайт убрал, широкие стопы убрал, еще что-то, да? И скорее не взло. Ну, да, ну смысл, вы ради чего на рынке? Ради поиграть? Играете и не спрашиваете, как заработать. Вы ради зарабатывания? Зарабатываете. Вот, то есть вы не ради азарта. Ну, смотря кто для чего пришел, может кому-то нравится колбасить. Вот вопрос. Какой метод ты предпочитаешь, но опять же, мы уже об этом сказали, какой метод ты предпочитаешь? От середины движуху ловить или с краев кружковым сливки снимать? С краев, конечно. Уровни? Ну, смысл. Ну, смысл входить, непонятно. Вот уровень раз, уровень два, я вхожу здесь. И непонятно, он пойдет обратно уровень тестить или пойдет вниз? А куда-нибудь? Влево-вправо? По-простому можно описать твою стратегию. Короткий стоп и запас хода. Да, это естественно. А как еще? Я не войду в сделку, если не знаю, насколько он пойдет. То есть, короткий стоп и запас хода? Да. Да, и я так понял, что если ты как бы торгуешь, в основном сделки контртрендовые. Да. Нет, действительно, не контртрендовые во флете. Естественно, ну, разворотно. Если пошел ударный день, это бывает, да, ударный день. Постояло, набралось и идешь дальше. Да, и пошел, я вместе с ним пойду после проторговки, да. А как победить тильты, постоянное желание находиться в рынке, постоянно совершать сделки, заведомо зная, что они будут убыточны? Ну, ты уже сказал, маленький счетик наркоманский. Да, маленький счетик наркоманский, и вам должно просто надоело терять деньги. А когда тебе надоело терять деньги? Да, я потерял 80% счета товарища. А 840 тысяч ты потерял, это твои деньги были? Да, в общем, своих денег, вот конкретно. В моменте. Не в моменте, а в общем, вот, всего. Вот, что я довнес в рынок, это 840 тысяч рублей. Как Марина отреагировала? Она не знает. Да, знает, конечно. Ну, не то, это было не за раз я 840 сунул. Со временем, за три с половиной года я вот потерял 840 тысяч рублей. Ну, не потерял, ты же заработал, значит, ты не потерял. Я вывел уже в разы больше. Нет, ну, это понятно. Вопрос другой, что ты просто в моменте был минус почти миллион. У меня, я никогда не брал деньги, зарплату, у меня есть еще помимо работы основной еще подработка. То есть, я никогда не из семейного бюджета, я говорю, Марина, сейчас мы давай, я возьму там полтишок, мы еще закинем на рынок. Такой никогда не было. Я никогда из семьи деньги на рынок не отдавал. Марина, он деньги не носил себе. Она знает. Какие, отличный вопрос. Какие цели ты преследуешь в торговле? Заменить профессию и сидеть дома торговать? Заработать много миллионов, обеспечив правнуков на 300 лет вперед? Заработать достаточно для того, чтобы хватало на жизнь уехать из Мурманска в теплое место и жить в свое удовольствие? Или стать благотворительными и счастливыми энное количество людей? Про благотворительность, кстати, реально отдавал деньги, помощь людям. Отдавал. Один раз даже на смарт-лабе написал пост, Тимофей забанил, но провисело 5 или 6 минут пост, потому что у нас знакомую сбила машина и нужно было сустав поменять тазобедренный. Там 160 тысяч рублей надо было, немного. Мы собрали 100 тысяч минут за 6. И помогли человеку. Плюс еще были моменты, не пиариваешь ничего, просто есть такое. То есть надо делать. Если деньги приходят, приходят, причем я знаю, что я деньги отобрал в таком же моменте дурачка, как и я, который стоял там на брошеплечении и не туда. Все-таки твоя цель, заработать много миллионов, обеспечив правнуков на 300 лет? Я не знаю, чем вы замените за правнуки, я хочу, чтобы правнуки работали. Пусть даже трейдерами, но работали. Чтобы не было такого, что... А ты считаешь, трейдинг это профессия? Это такая пахота. А почему не профессия? Я не знаю больше нервной работы, чем трейдинг. Может быть, телохранитель. Я не знаю больше. Напустим, на будущее, через 10 лет, где ты себя видишь? Я вижу уверенно в себе, себя уверенно в себе, обеспеченным человеком. Я не знаю, буду ли я профессиональным управляющим, потому что буду трейдером 100%. Я буду управлять капиталом гораздо больше, чем сейчас. То есть, по сути дела, насколько я понимаю, все-таки ты хочешь... Ты бы взял деньги в доверительное управление. А почему нет? Но при условии, наверное, как ты сегодня видел, что это адекватный клиент. Да, естественно. Ну а как, если мне... И я так понял, что тебе очень часто предлагают суммы как бы мелкие, да, там 10-20 тысяч долларов, и смысла брать никакого нет тебе. Да, ну смысл. Ну, у меня вот очень много людей после видео с Верниковым. Больше 30 предложений, разгони, 50-100 тысяч, да? Ну, смысл. Только что даже вот уже пришло на 300 тысяч рублей предложение. Ну, я так понял, что тебя как бы такие суммы не интересуют. Как сказать? От какой суммы ты бы задумался взять управление? Я наигрался, честно. От какой суммы ты бы задумался взять управление? Вот индивидуально. Если не надо колбасить, если человеку нужно... Смотря какие риски, естественно. Ну, например... Смотря какие риски. 15% на портфеле. Адекватно, миллиона 3 рублей. А трех миллионов... Вот, все, вопросов нет, четко и понятно. Идем дальше. Все-таки хотел бы ты заработать достаточное количество денег и в теплое место. Ну, конечно, я могу и жить в Мурманске вполне, меня все устраивает. В Мурманске все устраивает? Есть... Ну, конечно, не все, но я там при деле. Я востребован, это важно. Я приеду в Москву, меня никто не знает. Кроме Герчика, Тимофея, там кого-то еще. Резвяков. Резвяков. Ну, Smart Lab меня более-менее ребята знают. Это очень было приятно. Среди Smart Lab со многими познакомился, пообщался. Это было очень хорошо. Продолжаем дальше. Используете ли вы, я понял, не используете системы типа Эллиот и шумоку и т.д.? Нет, нет, нет. Это к деморю. То есть вообще никаких индикаторов? Абсолютно. Чисто теханализ чистейший. Хороший вопрос. Вот тяжело объяснимый, но все равно. Какого мнения на сам процесс формирования цены придерживаетесь, если глобально смотреть на все вообще? На процесс формирования цены? Ну, то есть объясняешь ли ты себе, а как сформировалась цена? На поиск кукла? Можно так перевернуть? Ну, поиск больших денег. Поиск больших денег. Я, опять же, вижу те же самые пробои и ложные уровни, но только не на пяти минутке, а на часовике или на дне. Я вижу, что эти большие деньги или деньги тоже сейчас Газпром, который пошел, да, не знаю, как он сейчас торгуется, сегодня падал с утра, сейчас не знаю, но как Газпром, который лили-лили-лили-лили-лили, кто-то выходил из него. Сейчас он дно отстоял, потом он 3-4 дня у нас рос, то есть, ну реально кто что-то делал, и есть реально периоды, когда в рынок деньги идут, это видно, у нас постоянно сейчас отток, да, но сейчас есть такая тема, все ждут пенсионные деньги в конце марта, в начале апреля, и возможно коррекция, которая сейчас сегодня началась, она будет как раз для закупки под пенсионные деньги, все может быть. Алексей из Новосибирска, добрый день, Андрюша, как вы боретесь с переторговкой, если все-таки какая-то цель на день, вы уже сказали, спасибо за ранние успехов. Как вы боретесь с переторговкой? Бывает такое, например... Да, просто закрыл, и могу даже матом сказать. Понятно, закрыл в какой ситуации, есть ли у тебя фиксированный стоп-лосс на день? Есть, конечно. Сколько? Сейчас 2,5%, где-то может быть чуть больше 2,5%. От депозивных? От общего счета, да. Причем... Именно 2,5% от общего счета? Да. То есть это по сути дела, если ты работаешь с пятым плечом, то ты больше 0,4% на сделке не теряешь? Нет. То есть ты потерял 2 раза по 0,2%, это с десятым плечом ты потерял 2,5%, и ты закрылся. Давай, до свидания. До свидания. Да. Хороший вопрос, Георгий. Если бы вы жили одним трейдингом, с какого депозита вы бы начинали? Одним трейдингом? Я бы жил одним трейдингом, если у меня денег было в запасе не меньше 5 миллионов рублей. Я бы торговал миллионом внутри дня, и часть денег, не знаю, положил бы ли я в банк, но часть денег бы у меня лежала на отдельном счете. На депозите. Просто бы лежала. И я бы включал его только тогда, когда вижу какое-то глобальное движение, перелом тренда или отбой от глобального сопротивления, от глобальной поддержки, как было летом на 120 у нас. Здесь очень большое количество вопросов, которые мы с тобой записали, они как бы неадекватные. Нет, ты не понял меня. Не в плане неадекватности, но ты просто уже как бы ответил. Вот, например, молодой человек задает вопрос, учитывается ли вы фундаментал. А какой у них? Нет, вопрос хороший. Я не имею в виду неадекватные в плане того, что они нормальные. Я имею в виду, что ты ответил на вопрос, что ты кроме тех анализа ничего не используешь. Ну давай вопрос у нас есть, 3 минуты осталось. Учитываете ли вы фундаментал, если да, то сильно ли он влияет на ваше управление входа? Я никак не учитываю фундаментал. Вот фундаментальный рост был у нас по Роснефти, да, и то какой-то новость, наверное, все-таки новостной. И то, если какая-то новостная бумага пошла, как Роснефть у нас поперла, да, и то я бы вошел, но я не вошел. Только по паттерну, который я знаю. Никакого фундаментала. То есть ты придерживаешься, если резюмировать сегодняшнюю нашу передачу, ты придерживаешься только одного. Это приблизительно звучит так. Поправь, если я не прав. Я торгую два паттерна. Мое основное условие – это короткий стоп, направление рынка и запас хода. Запас хода. То есть, по сути дела, все твои правила можно было бы вписать на трех строчках. Да. Да. Тогда у тебя есть две минуты, просто чтобы ты рассказал сам от себя, что хочешь, и пожелал бы нашей молодежи. Понимаешь, потому что, когда я на семинаре прихожу, представляешь, люди приходят, мой семинар там от 50 до 60 тысяч рублей стоит. Я людям говорю, мы на семинаре выучим один паттерн, по которому вы научитесь зарабатывать деньги. У людей сразу уныние на лице. Вот сейчас две минуты, они полностью твои. Значит, если вы хотите зарабатывать деньги… Вот смотри, прямо посмотри, туда 17, 58, у тебя есть минуты 45 секунд. Потратьте время, никто ничего не делает с нуля. Потратьте время. Вы не можете прийти куда-то там, вы ни разу не занимались спортом, вы пришли, вышли против мастера спорта по боксу и нокаутировали. Да не будет такого никогда. Не будет. Потратьте время. Я научился стабильно торговать после двух с половиной лет торговли. Я сливал, я столько нервов убил. Не лезьте, когда не понимаете. Не торгуйте на последние деньги. Никогда в жизни. Трендинг не панацея. Реально не панацея. Не занимайте деньги на трейдинг. Не берите кредиты на трейдинг. Это беда. Вот пришел хороший вопрос. Отличный. Отличный вопрос пришел на самом деле. Прямо под конец передачи. Но вопрос мне очень нравится. Пытаетесь ли вы найти какие-то еще паттерны? Нет. А смысл? То есть от добра до брони ищут? Зачем изобретать велосипед? Ну зачем? От добра до брони ищут. Два паттерна. И если ударный день... Два паттерна у тебя уровень и ложный пробой. Ложный пробой. И если есть ударный день, я захожу на проторговки. Все. Все. Смысл какой. А, еще надо сказать. Вы не знаете. Мы вам сегодня... Я вам не сказал. Я не знаю, получилось или нет. Потому что я сегодня потерю. Но это не важно. Мы с Андреем Есиным в субботу поспорили, что я сегодня вас переговорю в эфире. На 5 литров виски. А зачем спорить? Я сегодня сам вопрос... Потому что очень много было вопросов, пожеланий. Говорите больше, чем ведущим. А ты теперь понимаешь, что бывают такие люди, которых, к сожалению, приходится разговаривать? Да. Я понимаю, Александр Михайлович. Короче, кто выиграл? Я не знаю. Вы вдоль. Конечно. У нас осталось 10 секунд. Андрей Есиев, Андрюшка, огромное привет. Я не знаю, кто победил. Пусть решают радиослушатели. Дорогие друзья, Андрей Мурманск был в передаче. Огромное ему за это спасибо. Можете найти его на Smart Lab, если кто-то хочет дать деньги в доверительное управление. Да, не обязательно.